Короновали юных. Грандиозное событие состоялось в поселке Красный Текстильщик. Для его жителей одно из самых популярных модельных агентств Саратовской области организовало конкурс красоты. В нем приняли участие малыши и школьники. По каким критериям оценивали красоту детей? На конкурсе побывала и все своими глазами увидела Элада Тагеева. Совместное фото на память. Возле этого баннера в красном текстильщике сделала, пожалуй, каждая семья в поселке. Для них конкурс красоты – грандиозное событие, если не сказать, что настоящий праздник. Все события для нас – да. Такого никогда не было у нас. Мы ждали такого конкурса. Думаем, что всем понравится. Очень замечательный конкурс. Наверное, видите сами, сколько народу, все пришли. Даже места не хватает. Большинство зрителей в зале – это родители участников. Самая младшая группа конкурсантов от 4 до 6 лет. Испытания, как у взрослых. Вначале – визитная карточка, затем презентация своих талантов. Ну а в финале – дефиле в ярких платьях и костюмах. Это состязание, считают родители, оказалось самым сложным для их непосед. Ну и, конечно же, для самих взрослых. Ведь готовились к конкурсу вместе. Самое сложное – дети маленькие. 5 лет все-таки. Это не тот возраст, когда можно наладить дисциплину, я считаю. Тяжело. Они могут выдержать 5-10 минут. Но, допустим, час – это тяжеловато. Тем более, им нужно играть, им нужно двигаться. А здесь дисциплина. Дисциплина – это самое главное, отмечает председатель жюри Петр Антонов. Директор конкурса «Красоты Хрустальная корона России» с большим оптимизмом воспринял идею представителей районной власти провести конкурс в поселке. Именно отсюда, говорит эксперт, начинается дорога к большому подиуму. Такие конкурсы учат детей не волноваться перед публикой, уметь себя держать. Психологическая совместимость с теми детьми, с которыми они сейчас сражаются за корону. И при этом оставаться добрыми, счастливыми и радоваться за успехи других. Подобные конкурсы в поселке проводили и раньше, говорят представители администрации Саратовского района. Но на уровень «Хрустальной короны» в этом году поселковый конкурс «Красоты» удалось поднять благодаря совместным усилиям районной власти, именитых экспертов и спонсоров мероприятия. Эллада Тагеева, Станислав Жижин, Алексей Фенин, Саратов, 24.